МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городская среда». Уравнение с двумя кандидатами. Именно такую математическую задачу предстоит решить кишиневцам 3 июня. Исходные данные этого уравнения кардинально противоположны. К тому же градус предвыборной гонки на последней стометровке неуклонно растет. Чем же, по сути, является исход внеочередных выборов столичного мэра? Как проходит двухнедельная дуэль двух кандидатов на кресло кишиневского городоначальника? Об этом и многом другом поговорим с нашими гостями. На студии политолог и историк Борис Шаповалов и политический аналитик Корнелий Чурин. Здравствуйте! Здравствуйте! Я думаю, для телезрителей, наверное, которые регулярно смотрят программу «Городская среда», появление в вас в формате этой программы, конечно, вызовет некоторое удивление. Мы обычно здесь всегда говорим о плохом качестве столичных дорог, о том, как провально реализована тема, например, кишиневских тротуаров, о том, как были реализованы тендеры, например, по осуществлению восстановления проспекта, или бульвара Штефана Чалмария и улицы Олега Руссо. Много таких предметных историй здесь было озвучено. Но сегодня мы с вами говорим о том, что, наверное, вышло всего в повестке дня жизни кишиневцев на передний план. Мы, вот куда ни придешь, вне зависимости от того, кто перед тобой ярый телезритель, или, может быть, человек, который как бы отстранен от политических процессов, но тем не менее каждый знает, что столичный мэр, кто баллотируется, кто на финальном этапе, то есть вышел на эту финальную стометровку. И, конечно же, мнения кишиневцев разнятся в времена демократии, это, наверное, правильно. Но что хочу сказать, все предыдущие выборы столичного мэра, они в своем, вот в этот предвыборном периоде сваливались в геополитику. Все время говорили о том, вместо того, чтобы выбрать завхоза, города, хозяйственника, говорили о том, что вот если не выберут того или иного кандидата, то это приведет к какие-то геополитические бури, нашествия чьей-то военной техники, либо наоборот, что-то произойдет с нашей страной, когда уползет куда-то там на запад. Или Молдова отколется от Европы. Да, либо отвалится, да. И вот я что подумал, я вспомнил в связи с этим. Мы так много говорили, куда нам идти вот с этим ветром перемен, которые сами-то создавали этот ветер. А в это время вот такие страны, как Китай, промышленно развивались. Вот до начала нашего эфира я вам привел пример, что за два последних года Китай произвел цемента больше, чем за сто лет Соединенных Штатов Америки. То есть, и это при том, что они строили дороги к населенным пунктам, где не висят флаги Евросоюза. Или же, либо какие-то другие. И в этой ситуации я понимаю, что сегодня кишиневцам главное решить, ну, как бы предстоит решить одно из главных уравнений своей жизни. Кого они выберут на ближайший, пусть очень короткий, но, возможно, и дальше с продолжением срок того человека, который, в общем-то, будет определять, какой станет их жизнь в главном городе страны. Комфортный, либо обнадеживающий, либо, наоборот, втянет в жизнь, которая, ну, в главном будет повестке дня, опять же, обсуждение геополитики. Вот в связи с этим, чья, на ваш взгляд, программа ближе, программа из двух последних кандидатов, это представитель партии социалистов Йон Чебан и вот лидер платформы «Да», партии платформы «Да» Андрей Анастасий, чья программа ближе к кишиневцам, чья программа ближе к тому, в чем нуждается сегодня Кишинев. И ведь эти призывы заняться городом, наверное, это даже не просто политический призыв, мне кажется, этот призыв написан на самом городе, на всем том развале, в котором мы сегодня оказались спустя 10 лет либерального правления. Итак, чья программа, Корнелий, давайте с вас, начнем, вы ближе ко мне сидите, вот вопрос, начнем искать ответ на этот вопрос вместе с вами. Я только во втором туре воспользовался такой оказией и прочитал внимательно программы обоих кандидатов, благо сейчас легче остановиться на чьей-то программе, потому что их осталось... Знаешь, что читает, да? Да, и должен вам сказать, что, как мне кажется, вот эти обе программы не совсем являются тем критерием, который будет влиять на принятие решения кишиневцев о выборе мэра. Мне показались, обе программы очень хорошие, и более того, они очень схожи. Там присутствуют и в той, и в другой программе примерно те же пункты, о которых, в принципе, мы говорим. И нелегальные постройки, и дворы, и бизнес в Кишиневе, и вопросы экологии, парки. То есть, в принципе, эти две программы очень хорошо построены. Скорее всего, над программой господина Чабана работал он сам с командой. Наверное, над программой господина Анастаса работал кто-то другой. Анастаса, возможно, подключили на последней стадии. Но, в принципе, они хорошие программы, но маловляющие на реальные события. И все-таки кишиневцы будут исходить из других соображений, включая геополитику, когда будут принимать решения. Наверное, к несчастью, так как все-таки хотелось бы, чтобы мэр был искренне озабочен проблемами Кишинева, но не получится. Вот мой первый прогноз насчет вот этих выборов состоит в том, что, скорее всего, и программы, и знания, и умения будут в меньшей степени влиять на процесс принятия решения. Борис, ваше видение. Вы знаете, я, вот когда начинаются любые выборы, я всегда ищу программу кандидатов, партии и так далее. И поступил точно так же. Я даже к некоторым кандидатам, ну, к основным там их пяток был, я в штабы к ним избирательные заехал, и говорю, дайте программу. До конца первого тура, кроме Чебана, я ни одной программы ни у кого не получил, не видел. А потом появилась программа Андрея Анастасии, чистая компиляция, такая плохая компиляция программы Иона Чебана. Вот это я могу вам точно сказать. Почему? Потому что ее не было нигде, ни в газетах, ни в почтовых ящиках. Ее не раздавали нигде на улице. То есть вы не могли познакомиться с этой программой. Да, во втором туре она появилась. Перед голосованием у Андрея Анастасии появился вот такой вот двойной листочек, где у него было более-менее выявлено по 4-5 проблем в каждом секторе. И вот у него указано, вот здесь есть эта проблема, вот я сделаю вот это. Все. Но чем мне вот программа Иона Чебана понравилась, мне вообще нравится, как вот работают социалисты, вот как они подходят к тем проблемам. Проблемам республики, проблемам города. Вот у него комплексная программа до 2040 года, где расписано, что надо сделать вот в области образования, что надо сделать в области транспорта, что надо сделать в области промышленного развития, создания рабочих мест, социального обеспечения. Понимаете? То есть вот те основные где-то 10 вот таких вот параметров, там заложено то, что интересует каждого жителя. И мне, вы знаете, когда кандидат заявляет, что я вот гарантирую на 100% выполнение той программы, о которой я сегодня говорю. И он не только гарантирует, вот они обещали построить 150 детских площадок и 150 этих спортивных площадок. Я знаю, что они это делают уже. То есть она, независимо от того, его избрали, не избрали, она уже осуществляется. А с моей точки зрения, я здесь тоже согласен с тем, что заложено в программе у Чебана, главный вопрос, вот он в течение первого года своей деятельности, он отметил 10 пунктов, которые он должен решить. И он через год по ним будет отчитываться. Самый первый пункт стоит, он самый главный. Городостроительный план. Мы уже 20 лет живем, и тот советский отвергли, попытались какую-то тоже, что-то там, муниципальный совет там разрабатывал, здесь тому назад, так это все отложили. И я прекрасно понимаю, почему отложили. Потому что той власти, которая была в городе Кишинево, либеральной власти, какой-либо четкий жесткий план, за рамки которого нельзя выйти, потому что это будет нарушение, он был не нужен. Потому что нужно было продавать 600 земельных участков. Потому что нужно было строить дома там, где не положено. Потому что нужно было распиливать деньги на вот этом халтурном ремонте дорог, которые есть. Вот вы сказали, там, вот Олегу Руссо, там, да, вот какие-то проекты, да? Которые были. Я, по этой, Олегу Руссо езжу каждый день. Вы меня извините, ее вместо одного года три года строили. Три года строили вместо одного года. Еще двух лет не прошло, ее уже надо ремонтировать. Вот это точно распиленные деньги. Вот это опять что-то украли, что-то недовложили и так далее. Я вообще, ну, тут, может быть, не только касается нашего города. Я, как говорится, поездил по миру. Ну, вот в Тунисе, в Египте едешь, пустыня, 50 градусов жара. Слушайте, у нас 30 градусов асфальт плавится, по нему уже троллейбусы не могут ездить. 50 градусов ничего не плавится. Почему? Потому что делают по стандарту. И вот эта вот узенькая дорога через всю пустыню идет. А мы в городе Кишиня не можем наладить. Хозяин нужен. Да, ну, Борис, я слушал то, что говорил Корнелий и поймался на мысли. Получается так. Один из кандидатов предлагает вот в тех дебатах, которые проходят между кандидатами, предлагает в диалог ввести споры в отношении конкретных проектов реализации Кишинева. И это очень правильно. Да, для другого кандидата ближе несколько иная риторика. И получается, что, исходя из того, как видит Корнелий, что Кишиневец сегодня не готов голосовать за завхоза, он готов голосовать за человека, который говорит какие-то, ну, будут те или иные политические концепции. Ну, есть эта проблема у нас. Есть. В чем причина? В том, что кишиневцы настолько начитаны и считают, что вот в политике вся проблема? Зомбированные. Я не знаю, как Корнелий вот на этот вопрос вот ответит. А я вижу нашего кишиневского избирателя, особенно избирателя в пригородах, очень зомбированного. Да, там действует принцип. Нострый, ну, нострый. Переводить не надо, да? Вот. Все телезрители прекрасно знают эту терминологию. Вот. И принцип. И, к сожалению, вот он работает вот таким образом. Вот им кто-то вбил в голову, что вот социалисты, они что-то против европейского выбора. Они против Европы. Это химия чистейшей воды. Никто, во-первых, не против. Мы живем в этой Европе. Никто не собирается никуда уходить, брать чемодан в землю или Кишиневу передвигать. Куда-то мы живем в этой Европе. Понимаете? И вот эти вот ложные посылы, они очень действуют на избирателя. И я уже помню две предвыборные кампании, когда Додон баллотировался в 2011 году, и в 2015 году баллотировалась Гречаная, да, против Киртоки. Я помню вот этот нечистоплотный прием, который был осуществлен за два-три дня до второго тура. В пригородах бросается лозунг, что, мол, типа вот Додон или Гречаная, они хотят, типа, отсоединить Тишинево и эти села, и вот давайте дружно выходим и голосуем за нашего там Киртоку, Настаси и все остальное, они наши светочи, потому что мы потеряем те блага, которые есть. Это туфта чистейшей воды. Это неправда. Это ложь. И вот на этой лжи строится вот такая вот пропаганда, очень дешевая, но она получается эффективная. И вот я уже и в соцсетях видел в некоторых информационных ресурсах о том, что вот Настаси готовится вот это выбросить в пятницу массовым тиражом на это самое. Ну вот я считаю, что если это будет, если это так, то это ну вот абсолютно неправильно. То есть люди не думают о городе, и люди думают о каких-то своих семиминутных политических вот выгодах, вещах. Кроме того, ваш взгляд на это, с чем вы готовы согласиться, а с чем нет? Нет, ну можно по-разному формулировать то, что сказал господин Шаповалов. Конечно же, в Кишиневе большая часть интеллектуалов, господин Шаповалов говорит, что они зомбированы. Я бы так сказал, они голосуют абстрактно, а не конкретно, они не голосуют за дороги, за там дворы, они голосуют за идею. За идею. Ну я об этом как раз и не знаю. Эти идеи нам не строят дороги. Вы смотрите, мои идеи голосовали, он же на протяжении последних 10 лет. Ну это характерно и для других городов, скажем так. Обычно за идею голосуют радикалы, оппозиции, вот и в других городах, возьмите даже Москву, Москва более оппозиционна по отношению к Путину, нежели сама страна. Было, было, но сегодня уже Корнелева нет. Вот я вот знаю, там у меня дочь, Возможно, но я по последним, на последних выборах, там Навальный. Вот Собянин, мэр, я извиняюсь, появился, вместо Лужкова уже 5 лет, очень резко изменилась ситуация, и заодно и центральная власть в авторитете стала. Но было, да. Да, было. Но изменения, наверное, серьезные. Это я не отрицаю. Поэтому, конечно же, немножко обидно, что такая ситуация. Но и у правого кандидата, у Андрея Анастасия, есть возможность, так как он находится в оппозиции, делать то, что мы называем виктимизацию. То есть, мы видим, в последнее время он использует этот ресурс в полном масштабе. Он изображает из себя жертву, показывает, что все пушки нацелены на него. И эти приемы, они имеют определенное влияние на умонастроение тишиневцев. Это мобилизация, так сказать, право настроенных, будем говорить. Да, и от этого никуда не уйти. Поэтому, да, нужно признать, что у правых, которые меньше все-таки ставят акцент на город. Мы это понимаем. Хотя, мы это не можем доказать. Они ведь, в принципе, сделали все правильно. Написали программу, ее продвигают. Но все понимают, что на самом деле их замыслы чисто политические. Они хотят прийти во власть, как бы получить реванш в связи с теми поражениями, которые они имели раньше. Но они умело скрывают вот эти свои политические тенденции. И, в принципе, у них есть хорошие шансы. То есть, политика, геополитика против менеджерских способностей господина Чебана, который тоже все-таки скрывает в своей избирательной кампании, он скрывает свою геополитическую ориентацию. То есть, обе стороны немножко скрывают то, что присутствует геополитика. Но она на самом деле присутствует. По-разному можно расшифровать, почему именно геополитика притягивается или может быть видна за теми или иными позициями. Но я вам что хочу сказать. Вот косвенно я услышал отчасти подтверждение, правоте того, что было сказано Ионом Чебаном в дебатах Андрея Анастасия. Он привел такой пример, привел себя в качестве примера, когда сказал, что он ушел из парламента и пошел работать в примарии муниципальным советником для пользы кишиневцев. Андрей Анастасий стремится в примарии для того, чтобы попасть в парламент. То есть, здесь какие-то, будем говорить, прямо деметрально противоположные цели движения политических конкурентов. Один идет из большой политики в муниципе для того, чтобы что-то сделать, изменить в лучшую сторону. Потому что у него такая задача. Другой, да, хочет получить свой реванш и может быть даже с продолжением. Ведь у нас скоро грядут и парламентские выборы. Конечно. Вот в этой, ну, будем говорить, вот в этом ключе тогда, ну, просто, конечно же, наверное, вопрос такого самопрямолинейного характера. Тогда кто же из них способен больше принести пользу кишиневцам? Вот опять же с вас, Корнель. На ваш взгляд. Я отвечу так. Способен принести больше пользу тот, кто будет больше заниматься делами Кишинева. Видите ли, на первые взгляды, вроде бы как такое ощущение, что это господин Чабан, но это не стоп, здесь нету стопроцентной уверенности, потому что и в случае господина Чабана нету полностью этой уверенности, что он будет заниматься городом, а не, скажем так, политикой. ну а но здесь... Вы знаете, есть еще такой термин политика конкретных дел. Это тоже может быть как раз сыграть пользу того или иного. Суциалисты могут это воспользовать, использовать свою пользу в случае, если дела хорошо пойдут. Но если он не находился у власти и три года что-то делал, понимаете, а если у него будут еще властные рычаги, я думаю, что пользы больше. Но проблема господина, или вернее, преимущество господина Настаса, скажем так, над господином Чабана в данном конкретном случае, это то, что правые, а в Кишиневе они имеют неплохой электорат, они изголодались по победе. Опять, тут их уже мало интересует город, проблема города, несмотря на то, что у вас такое красивое название передачи, в данном случае правые ну, очень нуждаются в победе, потому что... А в победе над кем, если имеем власть? Над всем. Неважно над кем. Главное, чтобы они вернулись и вот для них... Куда вернулись? У них и есть власть, Корнилию, я не понимаю. вы же, кого имеете в виду? Видимо, АТП. Я имею в виду право-минский бюджет, а оно что, левое у нас? Бывшие либералы-демократы, они были у власти, это все друзья демократов. С 2015 года их уже нет. Ой, да ладно, они все в одной связке там. Нет, я говорю, я понимаю, что вы думаете насчет них, я пытаюсь рассказать об их ощущениях, то есть, они считают, что после 2015 года с ними поступили неправильно, их отодвинули, и сейчас они хотят вернуться, и вот этот голод, он разделяется большим количеством людей, в первую очередь кишиневцев, и поэтому, мне кажется, они уже не смотрят на детали, типа дорог, типа остальных. Борис, я понимаю так этот посыл, что есть группа у нас избирателей, чиновников, которые были у кормушки, и когда они от этой кормушки, взяточничество, коррупции, пытаются отодвинуть, они мобилизуются вместе, для того, чтобы не пришел человек, который должен навести порядок. Я правильно понял? Среди них есть много таких людей, которые, но есть и другие, которые просто хотят... Ну, там идеология уже, там понятно, я согласен. Но, вы знаете, я вот, когда в первом туре были дебаты, и Андрей Анастасий там участвовал, ну, извините, и человек не знает, сколько проезд стоит в общественном транспорте в Кишиневе, человек не знает, сколько стоит киловатт электронного, энергии, и гикокалория тепла. Он в мэры... В мэры идет. Поэтому, кто принесет больше пользы, ну, я знаю, что все-таки, наверное, Иван Чебан хоть в этих цифрах разбирается. Помните, у нас была история, у нас был этот премьер-министр, который сказал, когда вы украли миллиарды, он говорит, а что я мог сделать? Я всего лишь... Я всего лишь простой премьер-министр, кстати, который не знал определения валового внутреннего продукта. Вот премьер-министр, вот у нас такие люди, один управлял страной, второй собирается городом управлять, принимать какие-то управленческие решения, на основании чего? Получается, какой-то кризис жанров, знаете, в любой сфере деятельности есть такое понятие, как, например, кризис кадров. У нас, у кишиневцев, может, таким образом, если так будем увлекаться дальше политикой, то мы дойдем до того, что нам некого будет выдвигать в мэры. Мы все профессионально подготовленные люди идут из политики. Я извиняюсь, что перебиваю, но вот последний нормальный мэр, вот что я могу сказать, который был, да, это Серафим Уритян. Вот я где-то на днях прочитал, там вот кто-то пишет, там в соцсети тоже. А то у нас не было нормальных, а кто такой он был, там, профсоюзник какой-то. Слушайте, ну, люди даже не знают, что он строитель по образованию, что он был председателем райисполкома Новоаненского, что он строил, что он создавал рабочие места, что он и все остальное. Но Серафим Александрович при встрече он зачтет. Да, и с тех пор все. Он ностальгирует. Вот либералы, как пришли к власти, вот Олегу Руссу я им не прошу. Если согласиться с вашим подходом, то тогда совершенно непонятно. Хотя я где-то разделяю вашу точку зрения. Господин Урикяну лишь однажды участвовал в демократических выборах. Первый раз он был назначен, потом выиграл. Ну, вы знаете, почему назначили. Потому что не могли избрать. Там три раза выборы были, и они не состоялись. А господин Киртуак, который, прямо скажем, все признают не самый удачный мэр, он три раза выигрывал выборы в Кишине. На геополитике, да, опять всех собрали. Это вот именно то, о чем мы с вами говорим. Рассказываю, как вчера на центральном рынке. С одной стороны, кричат это самое, ватац пентру Настаси, с другой стороны, отравы пентру гусгань, да. Ну, шикарно. Конечно же, почему? Потому что, вот, началась обработка, потому что, вот, допустим, наш центральный рынок, это же злачное место, там, бешеные деньги крутят, все это прекрасно знают. Они прекрасно понимают, что вот, если победит Чибан, придет, он будет наводить порядок. И у него в программе четко и ясно изложено, что будет с центральным рынком, что будет с автовокзалом, все что-нибудь. Да, люди же теряют громадные деньги, которые они ложат в карман. Конечно же, там есть большая группа людей, которые против, и которые, вот у них сегодня, вот, это же, вот здесь уже не геополитика, а здесь уже спасти свои наворованные деньги, да, спасти свои капиталы, и свой вот тот незаконный бизнес, который у нас есть. А таких знаете сколько в Кичиневе? В пяти притурах, в Марии. Неучтенные наличные средства. Да, вы что? Это громадное количество. Вот кто борется против Иона Чибана, для того, чтобы он пришел и наводил порядок в интересах горожан, простых обычно. Ну, вот я хочу обратить внимание еще на такой аспект, то, как сегодня кандидаты сходятся в схватке или в дебатах, и в телеэфирах, и в дебатах, которые проходят, так сказать, назовем так, на свежем воздухе, вот под аркой, там Настасий не появился ни разу, и вот в теледебатах иногда... Да он тоже не появлялся в дебатах. Его отстаивало интересы и его представители. Там каналы предлагали, да? В теледебатах, то есть в дебатах, которые проводил промо-лекс, он там появился, и группа поддержки достаточно мощная присутствовала в этих дебатах. Но там... Я извиняюсь, и сказал, что социалисты участвовали в краже миллиарда. Но уже до этого договориться вообще низкопробно... Ну, рекомендаторная компания все простит. Ну, нет, ну зачем? Понятно, что в этой риторике кандидата отсутствует конкретное предложение относительно того, что же все-таки предлагает Кишиневцам в качестве той программы, которую будет реализовывать уже, если он победит на выборах. Я в связи с этим хочу сказать, что... Ну, вот... Получается, что наша медийная площадка используется для создания информационных поводов, которые отвлекают внимание Кишиневцев от реалий сегодняшнего дня. Да, мы начинаем обсуждать украли, не украли, участвовали, не участвовали, но никто в этой ситуации не разбирается, а кто в конкретном случае будет, например, латать или восстанавливать дорожное покрытие улиц Кишинева. Кто в конкретном случае будет вновь открывать школы, в которых сегодня все-таки наш город нуждается, и детские сады, без которых Кишинев уже задыхается. Вот это вот главный, наверное, вопрос, который нужно поставить кишиневцам перед собой, прежде всего, когда идешь и делаешь выбор. Потому что в этой ситуации мы таким образом определяем, ну, будем говорить программу действий города и понимаем, что да, можно соглашаться или, например, не соглашаться с тем или иным геополитическим выбором кандидатов, геополитической ориентированности, так скажем, кандидатов, но в то же время надо понимать, что мы сейчас даем практически метлу, лопату в руки человека, который должен уметь ей пользоваться, уметь работать. Вот в этой ситуации шансы кандидатов вот насколько близки к выигрышным, если каждому из них подходить с меркой умения хозяйствовать? Борис, давайте тогда, уже вы дальше, тогда вам держать ответ. Ну, все исходит из той программы, которая есть у кандидата, есть команда, у него есть соответствующее образование, у него есть управленческий опыт, и все, что я перечислил, всего этого нету Анастасии. И Чебану завтра не нужно вникать в проблемы для того, чтобы он начал работать и принимать решения. Вот они, он заходит в кабинет, и он начинает раз, два, три, четыре решать конкретные проблемы кишиневцев. Анастасии хочет, он не хочет, ему нужно будет визжать, все-таки разбираться, сколько стоит киловатт-час электроэнергии и гигакалория тепла. Это одно. Второе, ну, понимаете, ну, у Чебана будет хотя бы президентская поддержка, да, у Чебана будет поддержка каких-то внешних инвесторов, потому что они серьезно над этими вопросами работают, занимаются. А у Анастасии, смотрите, с правительством, он как бы в оппозиции с президентом. Они считают, что Запад тоже. Ну, Запад абстрактно не помогает, Запад помогает под какие-то конкретные решения и так далее. И вот, Станислав, вы затронули очень такой интересный момент, вот, как СМИ у нас работают и как у нас подменяются главные темы дня. Вот смотрите, что сегодня обсуждает и вчера обсуждал Кишинев. Правда ли, что будут строить на месте республиканского стадиона посольства Соединенных Штатов Америки? Да и обсуждают. И обсуждают. И вот этот вброс произошел на параллельно с другой информацией о переносе заседания Конституционного суда по статусу русского языка, по там запросу либеральной партии, да, то есть русский язык имеет статус межнационального общения, и вдруг заседание Конституционного суда переносит с 28 мая на 4 июня. И, естественно, у многих, вот я, у меня, как у русскоязычного человека, есть четкое и ясное понимание, что, наверное, Конституционный суд хочет снять этот статус русского языка, но они поняли, что этого нельзя делать накануне второго тура выборов, потому что Чабан может получить очень мощную поддержку возмущенных избирателей кишиневцев, которые массово выйдут на избирательные участки для того, чтобы насолить вот этой власти. Если это бездумное, я говорю, просто тупое решение, не дай бог, будет принято Конституционным судом, я не боюсь этих слов, потому что языковая вот эта проблема, она разделила нашу республику, то тогда я вообще не вижу вопроса, а как мы соединим два берега Днестра, да, и вот сегодня мы вместо того, чтобы обсуждали программы кандидатов, да, мы сегодня обсуждаем, что будет на месте республиканского стадиона, да и вообще зачем Соединенным Штатам Америки новое посольство, у них там прекрасное место и все остальное, и на территории этой, где был республиканский стадион, там вообще военную базу можно построить, и не только посольство. И вот когда вот такие вбросы делаются, и вот такие вбросы делаются, то сегодня все серьезные люди, да и вообще простые люди обсуждают одни консольный суд, вторые обсуждают американское посольство, и все ушли от вопроса выборов, а мы с вами вот здесь в нашей передаче пытаемся достучаться. Корнелев, вопрос вам. Вот так работают СМИ, вот так работают вот эти вот пропагандистские вопросы. В случае, не дай бог, замотрясения, ну, не знаю, чего-то, такого-то катаклизма, кому вы доверили бы лопату и метлу убирать? Ну, я бы предпочел, если честно, как избиратель не делать такой выбор. Мои предпочтения, ну, я не буду раскрывать, но они несколько другие, но сравнить этих двух кандидатов с точки зрения их менеджерских способностей, конечно, можно, и исходя из этих стартовых позиций, конечно, они не сопоставимы в этом смысле, хотя и господин Чабан не совсем классический менеджер, он скорее все-таки политик, так я его вижу, он был вице-министром, он был в совете муниципальном, он работал рядом с Дадоном, то есть это скорее политик, но он ежедневно сталкивается с проблемой, которую нужно решать, и поэтому я говорю, что и господин Чабан с моей точки зрения не идеальный менеджер, он скорее политик, но который может решать проблемы муниципального уровня, господин Настас, это абсолютная неизвестность, потому что он с 2002 или 2003 года вообще не платит налоги, он не участвовал ни в каких таких структурах, ничто не руководил, он был прокурором, насколько я знаю, но это не менеджерская функция, там два года после окончания, и поэтому с этой точки зрения, конечно же, нам практически нечего сказать, кроме того, что он прекрасный трибун, оратор, но как раз это очень часто входит в противоречие с администрацией, потому что обычно администратор, они люди немногословные, они предпочитают заниматься делом, а не говорить, что опять неплохо уметь хорошо говорить и убедительно говорить, и аргументировать, но в данном случае те, которые ищут администратора, на этих выборов, скорее всего, если им не будет мешать это геополитический нюанс, то они будут делать выбор в пользу Ивана Чабана, те, которые ориентируются на политиков, которые хотят реванш, которые хотят нанести сокрушительное поражение там силам, которые они считаются находятся или у власти, или поддерживают власть, как они отформулируют этот момент, те будут выбирать за Настаси и им будет наплевать на администрацию, на менеджер. Скользкий намек. Насчет власти, насчет скользких моментов, Коронелев, я не понял. Власти, это правительство и парламент. Это сегодня Демпартия. Я же уточнил, господин Шапанова, вы опять высказываете свою точку зрения. Я привел пример так, как они формулируют эту точку зрения, что они говорят о существовании Бинома и все сваливают на Бином, все проблемы. И для них до до равен плохотнику и так далее, что, конечно, мне кажется, абсолютно неправильно, но они это делают и часть электората на это реагируют. Да. Ну вот в этих дебатах, во встречах происходил, как правило, и происходит всегда такой обмен обвинениями. Например, одно из них это о том, как финансируются предвыборные кампании того или иного кандидата. Настасия обвинила партию ПСРМ в больших затратах на кампанию. Смотрите, Билборды приводил в пример. В то же время он говорил, что он же финансируется крайне сдержанно. То есть его движение очень скромное. Ответ, опять же, социалисты достаточно... Ведь откуда он берет сведения? Потому что открыто декларируются все затраты в ходе этих предвыборных в этого периода. А, например, что касается кандидата Андрея Анастасии, здесь не все понятно, потому что если включать каналы моих коллег, то мы видим ряд телеканалов, где чуть ли не круглосуточно говорится о том, что Андрей Анастасии... Станислав, вот давайте я вам выскажу свою точку зрения здесь. Вот вы затронули тоже очень интересный момент насчет финансирования и так далее. какой белый и пушистый Анастасии задает вопросы откуда деньги и как финансируется избирательная кампания. А у меня, у рядового гражданина возникает вопрос. Вот Корнелл сказал, что с 2002 года Анастасии до 2015 года в стране вообще не пахло. Да? Не появлялся. И вдруг он появляется, организует партию, заполняет декларацию. Не я заполнял, он своей рукой заполнял декларацию и пишет, что за соответствующий период у него не было никаких доходов. Извините, а на что ты жил? На что ты создаешь партию? И у меня возникают законные вопросы, да? Я понимаю, что может он заработал три дома, которые у него есть, там, два гектара сельхозземли, там, по два участка в Бубуевиче в Дурлештах, да? То, что у него есть, действительно, записано там, не знаю, на кого там, на маму, на тещу, ну, не знаю, на родственников, как бы, вот я читал прессе, это же я не выдумывал. юридически это, получается, к нему не соотносится. Ну, и вот у меня возникают вопросы доверия, доверия к такому кандидату, да? Почему? Потому что он будет распоряжаться нашими деньгами, да? А как он будет распоряжаться, когда, вроде, он безработный, а миллионер, с собственностью в Германии, с собственностью здесь? А на какие деньги это появилось? А в декларации нули. Вот, я не обвиняю господина Анастасия, я не говорю, что он там такой, такой, такой. А я просто вот из того, что из реальных фактов, я вправе задать такой вопрос? Вправе. Но ответа он не дал на эти вопросы. Поэтому вот здесь, если сравнивать Чабана, если сравнивать господина Анастасии, то с точки зрения вот использования тех общественных денег, которыми они будут управлять, у меня действительно возникает большой вопрос, вопрос недоверия по отношению к господину Анастасии. Ну, может, как обычно, перепишут часть столичного бюджета на маму? Ну, Корнелев, ваша версия. Понимаете? Я внимательно слежу за этими дискуссиями о собственности господина Анастасии в первую очередь, потому что об этом в последнее время много говорят, хотя есть и обвинения в адрес социалистов, что они неправильно израсходуют средства. Кстати, я думаю, то же самое можно говорить и в определенной степени и о всех. у партии есть телевидение, или это партия телевидения, или это телевидение, которое поддерживает эту партию, то, естественно, каким-то образом можно получить поддержку за счет ресурсов, которые не входят в партийную кассу, и в этом смысле возможности намного шире. Я обычно проверяю это деньги бильборды, наружная реклама, вот это как-то подотчетно, это можно проверить, все остальное очень сложно, это нужно проверять, ну и нужно еще и доказывать, что деньги были использованы не по назначению. А вот как объясняет человек о своем, говорит про свое имущество, это важно. И меня немножко покоробило, как это делал господин Настасов. Дело в том, что... Как юрист. Он как юрист, но и это, кстати, было сделано как-то так из подачи ведущей того телевидения, на котором он присутствовал, это телевидение симпатизировало ему. То есть он показывает свои владения, свое имущество, и там вроде бы все в порядке, но он показывает свой дом, он говорит, что жил в общежитии, а потом быстренько перешел в дом и показывает там трехэтажный, четырехэтажный, я не знаю, сколько этажей, не считал, он говорил, что этот дом знают все таксисты в городе, и он показывает такой дом, который есть у прокуроров, у многих прокуроров, многих политиков в нашей стране, особенно у тех, которые были в власти. Обычный прокурорский собственный. И все дают прокурорскую зарплату, да? И мы все знаем, на что они купили эти дома. И тут любой журналист, любой ведущий, нейтральный ведущий, который ведет такую передачу, обязательно спросит, а у вас откуда деньги для постройки этого дома? Не для того, чтобы наказать его, но для того, чтобы все-таки спросить, потому что это обязанность журналиста. само собой разумеется, вопрос возникает. журналистка вопрос не задала из той передачи, что явно было доказательством того, что существует поддержка, но вопрос существует. К нему, господину Нассасе, если ты претендуешь на то, что ты честнее, что ты честный человек, в отличие от тех плохих и коррумпированных политиков, у которых есть такие дома и которые находились в власти, объясни, на какие деньги ты построил вот тот полудворец, о котором многие говорят и о котором все таксисты в городе знают, где он находится. Боюсь, что нашу программу могут обвинить в какой-то однобокости, но тем не менее, смотрите, напрашивается такая параллель, вот которую вы начали обсуждать тему недвижимости, напрашивается параллель и с офисом партии Платформа ДА. ну там тоже. Смотрите, здесь, в общем-то, как было озвучено самим Настасе, владение офиса узаконено перепиской с Европейским судом по праву человека. Перепиской не решением Европейского суда, а именно перепиской. То есть переписка является юридическим документом, который можно принимать как обоснование вступления в право собственности. Ну, я не знаю, я понимаю, что мы с вами не юристы, но тем не менее, мне кажется, этот аргумент даже для не юриста вызывает вопрос. Ну, на мой взгляд, ну вот есть много вот таких вот, каких-то темных пятен, которые вот и вызывают какое-то недоверие. И будет очень жалко, допустим, если вот избиратели будут пользоваться, вот Корнелеву говорил, какими-то геополитическими своими принципами, какими-то идеологическими принципами. Я согласен с вашей постановкой вопроса, Станислав. Городу нужен завхоз. Действительно, человек, который должен заниматься... Прямо завхоз все-таки администратор. ну, администратор, да, я согласен. Ведующий хозяйством, это главное, потому что ты знаешь, где у тебя что лежит. Администратор, потому что это громадная агломерация, потому что это очень сложный механизм, потому что накопилось очень много проблем. И понимаете, почему я вот опять-таки, вот у нас здесь вот прозвучало то, что Настаси политики, вот для него это трамплин в парламент и может быть на занятия какой-то более высокой должности. А для Симпаная это конкретное партийное поручение, да, вот он будет заниматься городом, это доверие избирателей. И права на ошибку у него практически нет. И я уверен, что он будет, извините за это слово, пахать, да, днем и ночью, для того, чтобы вот через 8 или 10 месяцев доказать своим избирателям, вот я что-то сделал, вот мои 10 пунктов, вот на 4 года на выборах в июне 19-го года отчитается, голосуйте за меня, я что-то доказал. А Настаси убежит в парламент, ну и что опять эти, вот кто за него проголосует, выиграют. Я по поводу партийного здания, все-таки в отличие от имущества Настасы, где, мне кажется, этот вопрос обсуждался все время, и он был убедителен именно за счет того, что его постоянно обсуждали, вот вопрос партийного здания, по-моему, всплыл совсем недавно во время избирательной кампании, с этой точки зрения, мне кажется, он менее убедителен. Во-первых, последовал ответ довольно-таки четкий, команды Настасы, там и брат его, потому что больше это касалось брата Василия Настасы, и Андрей Настасы на это ответил. Но сам факт, вот момент, когда определенные такие спорные моменты используются во время избирательной кампании, мне кажется неубедительными. Если это в самом деле, об этом знали, и нужно об этом говорить, то это надо было поднимать этот вопрос не во время избирательной кампании, а намного раньше. Ну, это может быть упрек к его оппонентам, но тем не менее, ведь смотрите, дорога ложка к обеду, а обед вот время пришло. Еще такой момент, сам Настасий и Иоанн Чабан говорили о том, кто является так называемым спонсорами избирательной кампании. Ну, здесь понятно, ресурс партии социалистов. Среди спонсоров Настасии всплывают, будем говорить, персоны, которые напрямую завязаны, например, на предыдущей династии городоначальников, на Киртаке. Родственник такой. Да, потому что, да, там есть буквально на наши луча на Киртаке, которые, в общем-то, сети кофейн, и я знаю, что, например, предприятие, которое возглавляет этот человек, ну, грубо говоря, например, насколько мне известно, вот арендуются столбы у Лумтеха, да, все фирмы, все предприятия, которые развешивают кабеля, платят 16 лей за столб. Фирма этого спонсора Настасии платит всего 8 лей. То есть, а почему? Ну, не знаю, может быть, эти провода легче, не так меньше давят на эти столбы, нагрузка не та. Вот, но финансово, но город не дополучает. То есть, была возможность пробить себе вот такую лазейку. И тоже возникают вопросы, потому что вокруг Настасии, получается, группируются люди, которые, как бы уже, это вы говорили, это не я говорю, но вот следует из того, что было сказано, они были у кормушки, и они хотят у ней сохранить себя. Ну, это не бизнес, это коррупция. Это имеет конкретное название. У нас сегодня в бизнесе коррупция, наверное, чуть ли не знак равенства, таковы правила. да. К сожалению, это да. Это да, и вот это присутствует, и понимаете, и вот это на сегодняшний момент просто вот убивает вообще избирателя. Посмотрите, почему такая низкая явка в первом туре? Ну, 35 процентов. И вот со многими людьми, вот мы с Корнилиевым тоже обсуждали, да, этот вопрос как-то, возникает вот действительно вопрос, значит, люди уже просто не верят в выборы, люди не верят в этот демократический механизм, вот, который в нормальном обществе должен работать, и он работает. И это результат? Получается, чтобы человек не проголосовал, да, вот, избрал этого коррупционера, опять через 4 года, ну как можно было Киртоке, вот, вот так, вот так. Вы знаете, вы сами говорили, приводили пример, что существует система... Появился Киртоке 2, да, вот второй дубль, вторая серия, потому что это, если надолго, то это страшно, а если это просто трамплин, то все равно еще на год разваленный у нас до июня, следующего года, до следующих выборов. Спасибо, время. И опять мы будем вот голосовать по этому принципу, там, геополитики и все остальное, это вот, как жили последние 10 лет в Колонице, а не в Кишиневе, так и будем жить дальше. Время прибежало быстро, мы сегодня в конце программы обойдемся без призывов голосовать за того или иного кандидата, просто, мне кажется, подведем черту следующим образом. Мне, как ишиневцу, вполне понятно, понятны те критерии, которыми руководствуются люди, идя к избирательной урне. Ну, например, те, кто будет голосовать за Илона Чабана, они идут туда с надеждой, с надеждой на то, что что-то изменится в городе. Те, кто будет голосовать за Андрея Анастасия, они хотят помочь, ну, пусть, ну, будем сохранить то, что сегодня, тот порядок, который сегодня существует в муниципе. И вот каждый из нас должен выбрать, он думает о своем будущем, будущем своих детей в лучших реалиях, или же, в общем-то, наверное, согласился с тем, что сегодня существует Кишиня. Вы ведь сами говорили, существует такая система, свой-чужой, да? Ну, она может по-разному формироваться, но мне кажется, сегодня в нашем главном городе страны она сформировалась по признаку, а как ты умеешь щелкать семечки на улице? Понимаете? Вот умеешь, значит, наш. Не умеешь, извините, ты еще, в общем-то, не совсем наш. И я помню годы, допустим, ну, там, лет 30-40 назад, когда здесь кровь кишиневцев обновлялась всегда приезжими из... Это выпускники вузов оставались здесь работать, это люди, которые находили здесь свои вторые половины, которые создавали тут семьи. Ну, как правило, то есть город получал новую человеческую силу, ну, за счет, опять же, пригородов и не только, в основном и сел Молдовы. И он умел себе абсорбировать этих людей, ну, сделать из них гаража. А вот сегодня, наблюдая другое, я вижу, как мы тотально становимся сельчанами, сельским менталитетом. Нам дают поломанные маршрутки, мы соглашаемся, слава богу, доехать сможем, наверное, может быть, успеем в родину на работу. Не дают, ну, пешком дойдем. И если мы видим, допустим, троллейбус с дырой в полу, где можно увидеть талый снег, тоже нормально. Хотя, мне кажется, в любом европейском городе руководителя такого предприятия посадили бы в тюрьму. Вот примерно мой вывод из того, что я не вижу в Кишиневе, о чем хотелось с вами поговорить. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Время полетело быстро. Думаю, что нашему зрителю было так же интересно. Мы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был политолог и историк Борис Шаповалов и политический аналитик Корнелий Чурин. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин